У нас сегодня семейный поход в Икеа. Но это как бы не то, чтобы что-то интересное, о чем можно рассказать. Но вот, что я хотела сказать. Все знают, что Икеа начинается всегда с еды. У многих людей у нас тоже. Вот, еда, например, мне кажется, что здесь отличается от России, потому что так-то Икеа везде одинаковая. Ну вот, например, здесь подают fish and chips. Ну, сразу скажем, что fish and chips, это, наверное, не та еда, которую именно в Икеа надо заказывать, потому что это, в общем, надо где-то в более таких fish and chips'ных местах. Вот, но все равно это интересно, что это такая английская особенность. Или вот это, например, тандори-чики. Ну, то есть это такое тоже индусское здесь, да? Мне кажется, что в России такого нет. Вот, но наш мальчик, он предлагает кому-то котлету на другом конце ресторана. Говорит, бери, я поделюсь. Да, пап, бери. Ну, никто не хочет, сам съем. Всем приветик. В общем, недавно в одном из комментариев меня спросили рассказать побольше про британские поезда, про английские поезда. Вот, на самом деле так, чтобы много рассказывать, особо нечего. Тем более, что, ну, в последнее время, я не помню, когда последний раз я ехала на поезде, потому что у нас машина, и мы все время на машине ездим. Вот, но сегодня выдался шанс, и вот мы едем в Брайтон. Не на машине, на поезде, потому что, потому что мой муж работает, во-первых, а во-вторых, он Брайтон не очень любит. Поэтому мы решили, что ему будет не обидно, если мы съедем без него на поезде. Ну, и пока едем, да, от Лондона до Брайтона ехать час. Вот, можно рассказать немножко о поездах. Конечно, весь час не буду рассказывать. Ну, все же, значит, ну, что хочется сказать. На самом деле, я думаю, что британские или, там, английские поезда, они не сильно отличаются от каких-то других европейских поездов. Все то же самое, и здесь даже особо показывать нечего. Только единственное, что бывает, здесь есть разные, как бы, фирмы, которые предоставляют услуги поездные. И поезда бывают поновее, электрички вот эти, на которых ты едешь, и постарее. И, наверное, в этом и все отличие. Вот, но что можно сказать? Значит, во-первых, о ценах. Ну, во-первых, поезда, конечно, очень удобный способ передвижения, потому что они быстрые. Во-вторых, это плюс. Минус – это цены. Английские поезда вот эти очень дорогие, и стоимость билета зависит не от расстояния, очень часто, как вот, например, в России ты едешь на электричку, берешь билет, и у тебя билет по зонам там, да, стоимость. А здесь примерно так же, как на самолете. То есть, есть какие-то тарифы, ну, там, эконом-класс, первый класс. И по мере того, как эти тарифы выкупаются, выкупаются и, соответственно, билеты по более низкой стоимости. То есть, на один и тот же поезд, там, на двух соседних сиденьях могут сидеть люди, которые один купил билет там за 10 фунтов, а другой за, там, 80. Плюс, к тому же, еще очень зависит от времени, когда вы путешествуете. Если вы путешествуете в час-пик, когда все едут на работу или с работы, обычно билеты дороже. Если вы путешествуете в off-pick time, как здесь говорится, то есть, в середине дня, то билеты дешевле. Ну, и почему-то еще очень часто зависит от направления конкретного. На какие-то конкретные направления билеты могут быть дешевле, хотя ехать дольше. На какие-то другие направления билеты дороже, хотя ехать меньше. Может быть, зависит от того, что на какие-то направления более... Ну, со многих вокзалов больше поездов, в общем, ходят. Поэтому вроде бы дешевле получается. Ну вот конкретно в Брайтон это достаточно такое направление, куда можно уехать не задорого. Мы купили билет в Off-Pick Time, куда обратно стоит 18 фунтов, и это считается дешево. В общем, про стоимость поездов это так, что иногда поезда бывают настолько дорогие, что, ну предположим, вам ехать всего час, и теоретически можно было бы ездить на работу на поезде, но стоимость билета там 50 фунтов, она как бы сразу делает это мероприятие каким-то бессмысленным. Ну и кроме того, например, поезда на... они ходят через всю страну, понятно, например, поезда на Шотландию. Да, они идут достаточно быстро, по-моему, 6 часов. На автобусе ехать 12, я думаю. И также можно долететь на самолете. И вот парадокс заключается в том, что на самолете иногда дешевле, чем на поезде. Поэтому, если вы ездите из Лондона в Шотландию, всегда проверяйте билеты на самолет, это может быть гораздо выгоднее и быстрее. Вот, но также хочется сказать, что еще отличие от российских поездов заключается в том, что в России есть поезда дальнего следования, а есть электрички. Потому что страна очень большая, да, и все-таки для того, чтобы добраться из одного места в другое, то часто надо и ночь ехать, и две ночи, да. Вот, например, Транссибирский экспресс 6 суток, по-моему, едет через всю Россию, да, до Китая. Все-таки в Англии, конечно, и я думаю, во многих, может быть, во всех европейских странах таких поездов нет, где можно поспать. И все поезда просто сидячие. И они все по типу электричек сделаны, да. В общем, пока мы ходим по Икее, и моя семья из России скупает разную ерунду, ну, мелочи какие-то, потому что они уверяют меня, что в России это в два раза дороже. Я хотела рассказать немножко про поезда, потому что вчера я ехала в поезде, рассказывала про поезда, но как-то там звук был не очень, и, в общем, половина записалась очень плохо. Вот, Икее с поездами вообще никак не связано, ну, просто уже, чтобы дописать, да рассказать. Вот, что хотела сказать про поезда, что я думаю, что концепция российских поездов и европейских, она вообще очень отличается, потому что, как я говорила, размер страны имеет значение. Потому что все-таки в России, когда мы говорим о поездах дальнего следования, это не просто средство передвижения, это какое-то все-таки социальное явление, да. Есть определенные традиции перемещения в поездах. Ну, люди приходят там, да, разворачивают свою еду, всякие там, кто что, да, курицу. Курицу, яйца чистят, там, да, пил, пьют, чай обязательно, титан с чаем. Здесь вообще это отсутствует в Европе. Например, один раз был такой случай, мы с моей мамой были в Италии, и мы решили там попутешествовать на поездах, мы поехали из Рима в Венецию. В одну сторону мы ехали, значит, на скоростном поезде сидячем 3,5 часа из Рима до Венеции, да. А обратно мы решили, что мы день погуляем и вечером поедем на ночном. И там действительно обнаружился ночной поезд с, ну, типа, с койками, на которых можно спать. Такой же, как наше купе, там 4 кровати, да, полки, 4 полки. И в Венеции мы очень замерзли, потому что мы были зимой, и я все ждала этого поезда, потому что я думаю, ой, ну, сейчас мы войдем, вообще отлично, чайку попьем, проводниться. Вот, каково же было наше удивление. Конечно, никакого чайка там нет вообще, и в Памине, никакого титана, и даже не предлагалось там никакой там ресторан на колесах, может быть, он есть, я не знаю. Но в ночном поезде он явно не работал. И не было там никакого белья, никаких матрасов, никаких полотенец. Ничего не выдавали, не предлагали. Само собой, никакой курси никто не разворачивал, никакие разговоры не вел. Люди просто вошли с чемоданами, легли на свои полки, без подушек укрылись там куртками, и поехали. Вот для меня это был шок, мама сказала, вот такая вот Европа, даже одеяльца в поезде не дадут. Для иностранцев, для европейцев, я думаю, что наши поезда это тоже такой культурный шок, потому что у меня был, когда я училась в России, я ходила на курсы английского языка, мой преподаватель был англичанин, англичанин из Англии. И, в общем, он тоже путешествовал по России, тоже решил на поезде, что-то его там дернуло взять плацкартный билет. И он потом говорит, я в шоке, как это возможно? Во-первых, там была верхняя какая-то кровать, и на нее толстая женщина лезла, 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 это было такое отвратительное зрелище. Но это ладно. Он сказал, во-вторых, мне там выдали постельное белье, я, в общем, постелил свою кровать, лег спать, и вдруг, я уже почти засыпал, вдруг на мою кровать сел совершенно посторонний мужчина и стал пить пиво. Вы представляете, на мою кровать сел посторонний мужчина и стал пить пиво. Я ему говорю, извините, это моя кровать. Он сказал, да ничего, я пока попью и пойду. Вот, то есть, ну, в общем, короче, многие вещи, о которых мы не думаем, не замечаем, это каждодневная какая-то для нас вещь, да. Для иностранцев это шок, да. Ну, и также для нас здесь. Вот, ну, наверное, в общем, это все про поезда, потому что, ну, в основном европейские поезда, я думаю, кто в Европе путешествовал, они все достаточно стандартные, сидячие вагоны. Ну, где-то купе закрывается, там двери где-то не закрываются. Вот, ну, где-то, может быть, если поезда поновее, там есть зарядки для всяких гаджетов. Если постареет, то нет. Ну, везде туалеты. Иногда пеленальные столики даже встречаются. Ну, в общем, уровень комфорта зависит от года выпуска этого поезда. Вот, ну, а в основном, наверное, европейские поезда, они более или менее похожи, в общем, все друг на друга. Вот, ну все, на этом про поезда все. Поедем дальше мы, пойдем дальше закупаться и киевским всяким барахлом. Вот, ну и все, а вам всем счастливого и хорошего дня. Кстати, в Брайтон мы ездили не просто так, а навстречу с еще одним русскоязычным блогером, английским Юлией Келли. Если кто-то не знает Юлю, не смотрел ее канал, то не пропустите следующее видео, я вас познакомлю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!